Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Регулярно отсматривая новости на федеральных каналах, нельзя не отметить, как же сильно чиновники в Кремле не уважают прежде всего своих же граждан, Россия. Причём не просто не уважают, а порой кажется, что и сознательно издеваются. Взять хотя бы один из основных лозунгов, так называемой спецоперации, мол, Россия своих не бросает. Под девизом «своих не бросаем» во всей стране проходят акции в поддержку президента и российской армии. Вот-вот правда мы не бросаем там своих беден. И миллионы уропатриотов у телевизоров такие минуты испытывают чувство гордости. Вот что значит «великая страна» не бросает своих граждан. И только те, кто реально столкнулся с вот этим самым «своих не бросаем»… Возвышенно иногда говорят «своих не бросаем», это вот тот случай. Хотим заявить, мы своих не бросаем! Причём, что важно, столкнулся не на словах, а на деле. Аж сгорают от злости. Помните, например, что говорил Скобеев и компания после демилитаризации крейсера «Москва»? Если нет, мы напомним. В Российском министерстве обороны прокомментировали ситуацию с ракетным крейсером. «Москва» – это флагман Черноморского флота. При буксировке в порт назначения корабль, выражаясь военным языком, потерял остойчивость из-за повреждения корпуса. В условиях шторма крейсер затонул. Да, флагман Черноморского флота затонул на экипаж, жив, здоров и вовремя эвакуирован. Весь абсолютный экипаж, а это порядка 500 человек, эвакуирован, находятся в безопасности. Именно такие сообщения давали надежду сходившим с ума родственникам, которые не могли связаться со своими мужьями и детьми. Ну, раз по телевизору же сказали, значит, правда. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Но вот прошло 6 месяцев. Родные, в том числе совсем юные, срочники домой так и не вернулись. С Кабеева цинично лгала, сознательно даря людям надежду. Экипаж удалось эвакуировать на другие корабли Черноморского флота, находившиеся в районе. Все сообщают Минобороны живы-здоровы. А теперь эти же люди получают похоронки. Тихо так, без шума и пыли. Сотец моряка-срочника с крейсера «Москва» получил официальное свидетельство о смерти его сына Егора. Стало известно имя еще одного срочника с крейсера «Москва», который затонул в Черном море в середине апреля. Сергею Грудинину 21 год. Он из города Благовещенска. Видимо, расчет на то, что время лечит. Но не в этом случае. Многие родители, потерявшие детей по вине Путина и Шойгу, уже все понимают. России ты нужен только до тех пор, пока жив-здоров и можешь выполнять задачу. А если нет, тебя выкинут и предадут через минуту. Как это было в свое время, например, с моряками подводной лодки «Курск». Фееричной истории путинского цинизма, выводы из которой люди в России так и не сделали. Мы не жили, мы просто вот земля стонала всю эту неделю. Каждый год 12 августа становится особой датой для сотен российских семей. И хотя земля на могилах мужей и сыновей вот этих женщин давно просела, а в народе говорят, что время лечит... Сердце просто разрывается. Очень похоже, что для многих рана на сердце так и не затянулась. Ведь это тот особый случай, когда боль от потери любимого человека усугубляется пониманием того, что тот, от кого зависело спасение их близких, попросту предал. Не надо было этой истерики, не надо было крика. Мне нужно было подойти и сорвать с Куроеда у погоны. И осознание обмана и несправедливости, судя по многочисленной хронике, не дает покоя даже спустя много лет. Я хочу узнать правду все-таки. Что случилось с Куроедом? Мне, понимаете, я... Я думаю, что это мы долгое время, наши политики, наши государства не расскажут. Что случилось с Курском? От чего погибли наши дети? В той самой хронике, как и в целом воспоминания о погибшем Курске с каждым годом на федеральных каналах все меньше. А в этом году под спецоперацию тему вообще решили замять. А то, что показывали в прошлые годы, напоминает попытки переписать историю. Я ведь только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли. Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. И это вполне объяснимо, ведь для нынешних хозяев Кремля гибель Курска – один из первых и самых памятных скелетов в шкафу. Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? А легендарная фраза «Она утонула»? Скажите мне, что случилось с подлодкой? «Она утонула». И это глупая, неуместная улыбка до сих пор, как ножом по незажившей ране для тех, кто потерял смысл жизни на дне Баренцева моря. «Я до сих пор жду его возвращения. Я жду его всегда». Нет, этот сюжет не о погибших моряках. Сейчас ни о какой жалости к людям в военной форме из России не может быть и речи. Тема намного шире. Ведь история о гибели подводной лодки «Курск» — это, пожалуй, лучшая и самая честная иллюстрация всей сути русского мира. «Я до сих пор не могу поверить, что он лежит над ним». Русского мира, в котором жизнь человека не стоит ничего. Где он? Всего лишь пешка в политических играх. Эта история случилась в августе 2000 года. Корабли Северного флота вышли на учения в Баренцево море. Среди них и атомная подводная лодка «Курск» — гордость российского флота, судя по рассказам федеральных каналов. «Это новейший, самый современный атомоход Северного флота». «Самая современная на тот момент российская техника. Лучший экипаж и полный набор крылатых ракет для уничтожения вражеских авианосцев. Очередной аналогов нет, как сказали бы теперь». «На Западе её окрестили «убийца авианосцев». Субмарина стоимостью около миллиарда долларов США может потопить ударную авианосную группу». И здесь важно уточнить, что полный список ракет и снарядов атомохода «Курск» засекречен до сих пор. И, возможно, желание сохранить это втайне и стоило жизни как минимум 23 подводникам. «Подлодка вооружена десятками крылатых ракет и торпедами. Ядерного оружия, по официальным сведениям, на «Курске» нет». Но обо всём по порядку. 12 августа 2000 года «Курск» должен был совершить плановые стрельбы в Баренцево море. Однако вместо запланированного отчёта о выполненной задаче, связь с подводной лодкой неожиданно оборвалась. «При проведении учений Северного флота в установленное время не вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск». Вместе с этим сейсмологи зафиксировали два мощнейших взрыва. Причём второй взрыв был в разы сильнее первого. Норвежские сейсмологи обнародовали данные, которые подтверждают версию о взрывах. Сейсмические мониторы Института Норсар зафиксировали первый толчок силой полтора балла по шкале Рихтера. Затем через 2 минуты 15 секунд последовал второй толчок, гораздо более мощный 3,5 балла по шкале Рихтера. Взрывы были такой силы, что тревогу подняли даже на Аляске. Представить себе, что десятки российских военных кораблей, которые также проводили учения и были куда ближе к Курску, могли пропустить или не зафиксировать взрывы, просто невозможно. Такой взрыв трудно не зафиксировать. Его само собой фиксируют. И место взрыва фиксируют. Если это не так, то флот надо распускать немедленно. Именно это и стало начальной точкой в истории обмана и предательства, длиной в несколько недель. Все, что можно делать для спасения лодки и экипажа, все моряками предпринимается. Страна о гибели гордости российского подводного флота узнала только на следующий день. 12-го произошло то, что произошло с Курском. 13-го нам молчали. 14-го солгали, что дело было 13-го. Сразу после взрыва на подводной лодке «Курск» руководство страны, пытаясь выиграть время и запутать следы, принялось рассказывать байки о столкновении с неким неопознанным объектом. Российские власти упорно держатся за версию столкновения. Илья Клебанов, он же говорил, что основная версия аварии под лодки – это столкновение. Это могло быть и столкновение, ну так скажем, с противоположным агентом. Во время учения лодка получила мощнейший удар извне, мощнейший от какого-то плавсредства. А позже, когда ситуация стала выходить из-под контроля, бодро уверяли страну, что всё в порядке. Со дна Баренцева моря поступают сигналы СОС. С подводной лодкой установлена связь, имеется контакт с личным составом. Адмиралы утверждали, что экипаж в нормальном состоянии и имеет достаточно кислорода на две недели. А значит, подводники живы, и как только окончится шторм, их можно будет спасти. И всё это буквально копия истории с крейсером «Москва». «Вся необходимая техника есть, но мешает шторм, и крайне неудачно место аварии». Мы все надеемся, что они живы. Мы надеемся, что жив весь экипаж. Мичман, который нас встретил, во-первых, он нам сказал, что в подводной лодке можно продержаться и не двое, а более суток. Приехал какой-то представитель, стал нам говорить, мы делаем всё, ещё вот несколько дней, и людей мы оттуда достанем. По факту же, шторм длился всего лишь два дня. И это подтверждают, собственно, и сами российские журналисты. Ну, о шторме или о волнении сообщали ровно два дня, в понедельник и вторник. Потом, в среду, о шторме не было уже ни слова. А рассказы о недельном шторме, озвученные лично Путиным, были обычной ложью, которой цинично пытались прикрыть реальную беспомощность дутой сверхдержавы. Шторма в течение восьми дней не было. Мне очень жаль, что приходится вступать в метеорологический спор с президентом. На глубине ста метров, где лежит лодка, шторма не было. Корабли, место спасательных работ не покидали, значит, волнение позволяло оставаться и работать. И это не какие-то пустые слова. Сами родственники погибших моряков были в шоке. В огромной стране, претендующей на мировое господство, банально не оказалось водолазов, способных вести работы на дне относительно мелкого Баренцева моря. А где же наши глубоководные водолазы? Извините, глубина-то ведь 100 метров. Мне ответили, у нас есть водолазы, которые могут спускаться на глубину только 60 метров, но не более. Но это лишь часть страшной правды. Вдруг стало ясно, что и подводные аппараты, способные вести глубоководные работы, тоже не в строю. Те средства, которые должны обеспечивать их, те водолазы, они уже устарели безнадёжно. Прежде чем строить такие корабли, нужно думать о том, как их людей спасать, если с ними что-то случится. Просто-напросто у русских не было ни одного действующего спасательного колокола. А две из их четырёх мини-субмарин были заняты, зарабатывая валюту перевозкой туристов для осмотра «Титаника». А когда уже время шло на минуты, третий аппарат, который почему-то решили доставить не самолётом, а теплоходом... Мы были очень крайне удивлены, мы просто находились в шоком состоянии, потому что всё-таки самолётом намного быстрее. Теплоход, он, по-моему, трое суток шёл, если я не ошибаюсь. Каждая минута, каждое примедление – это ещё, возможно, чья-то смерть. На деле оказался со старыми ржавыми аккумуляторами, то есть полностью не готовым вести спасательные работы. Её аккумуляторы были настолько ржавыми, что она могла функционировать лишь 70 минут, что делало спасение невозможным. Многие подводники из западных стран, сопереживая российским коллегам, не могли понять, почему выжившая часть команды не проводит самостоятельную эвакуацию. Выжившие на столь современной субмарине должны были быть в состоянии выбраться. Никто не может понять, почему выжившие моряки не спасались сами. Ведь каждый отсек подводной лодки оборудован спасательными люками, да и относительно небольшая глубина это позволяла. Все современные субмарины оборудованы спасательными люками, и все подводники обучены аварийной эвакуации. Страшная тайна открылась уже после того, как вся команда Курска была мертва. Оказалось, что лодку сознательно проектировали так, чтобы шансов выбраться самостоятельно у экипажа не было. Эти планы открывают шокирующую правду. Этот люк был разработан с целью не позволить людям выбираться собственными силами. Вы понимаете уровень цинизма? Они прекрасно понимали, что экипаж лодки – потенциальные смертники. Но в России жизни рядового нет ни Райана. А в Ване ничего не стоит на фоне политических игрищ и военных секретов. У российских, как и когда-то у советских, собственная гордость. Она не позволяет сразу обратиться за помощью к британским подводникам. Все происходит по одной и той же унизительной схеме. Сначала историю пытаются замолчать, затем – скрыть ее истинные масштабы. После делают уверенные заявления о способности разрешить ситуацию и рано или поздно неразборчиво признаются в неспособности помочь пострадавшим. Множество ответственных лиц и чиновников по всей пресловутой властной вертикали спасает не столько пострадавших, сколько себя. Именно тогда для нескольких сотен семей, надежду которых просто убил коктейль из вранья и разрухи, сверхдержава резко сдулась. Бравурные заявления первых дней о том, что Россия справится сама, что все необходимое для эвакуации моряков есть, обернулись настоящей катастрофой и унижением в глазах всего мира. И вот здесь мы еще раз повторим, что считаем Курск самой лучшей иллюстрацией всей сути русского мира. Нас всю неделю обманывали о том, что они живы, что их спасут. Поэтому я больше никому не верю. Ведь слушая воспоминания родных о провальной спасательной операции и обычном предательстве… Мы знали о том, что нет спасателей. А если есть, то оборудование уже совсем не то. Нельзя было не обратить внимание на картинку вокруг. Полуразваленный военный городок, стены с облезшей краской, давно закрытая аптека. А это уже Путин идет в гости к вдове капитана Курска. Идет по страшному полуразваленному подъезду. Подъезду, где живет семья на секундочку. Капитана лучшей подводной лодки страны. Кремлевская камера, привыкшая снимать золото Андрейского зала, идет вслед за ними вдоль страшной обшарпанной стены подъезда, в которой жил капитан самого современного атомного крейсера нашей страны. Представить себе такое в условных США или Великобритании просто невозможно. А еще сложнее представить, что еще какая-либо страна, кроме России, может оставить в беде хотя бы одного своего гражданина. Особенно, когда есть все шансы вернуть его домой. Надо было сразу брать помощь. Потому что помощь, спасение людей, это, вы знаете, это общенациональное, общегосударственное. И нечего было кичиться своей связь с державой, своими принципами. Да-да, моряков Курска можно было спасти в первые же дни после взрыва тех, кто точно был жив в девятом отсеке. Спасти, приняв помощь суперсовременных иностранных спасательных команд. Тем более, что в те времена отношения со странами НАТО были куда лучше. 11 стран НАТО предложили свою помощь России сегодня днем. Но в данный момент Москва не считает дополнительную западную помощь необходимой. Свою помощь в спасении российских подводников предложила Германия. Но игра в сверхдержаву не позволила Путину и компании спасти своих моряков. Они дважды отказались от западной помощи, отлично зная, что своего ресурса для спасения нет. В Минобороне США предлагают также любую помощь по спасению людей. Министр обороны США Вильям Коэн направил письмо в адрес своего российского коллеги с официальным предложением. В послании говорится о возможной американской помощи в деле спасения команды Курска. Пока письмо Коэн остается без ответа. Отказались тогда, когда счет уже шел не на часы, а на минуты. Если кто-то из экипажа все еще жив, при минусовой температуре и ограниченных запасах воздуха они протянут всего лишь несколько дней. Но Россия отклонила предложение о помощи. В это самое время внутри Курска пока еще живые моряки к рамешной тьме писали прощальные письма родным. Среди них и капитан Колесников, чье письмо жене со временем присвоит себе предавшая его родина. Колесников Дмитрий Романович опознан по записке, найденной в его кармане. Записка носит сугубо личный характер и будет передана его родным. Присвоит потому, что военные тайны в русском мире куда важнее, чем жизнь, чем любовь, чем память. Именно поэтому после требования вернуть ей письмо покойного мужа, Ольга Колесникова услышала в ответ. Вы готовы получить пепел? Он обещал мне, что эту записку я получу. Но последние слова его для меня оказались странными. Согласны ли вы получить пепел этой записки? Со временем ей передадут текст якобы дословно переписанного письма погибшего подводника. А мне отдали только текст. Но самой записки я не видела. А вот что было в оригинале, так и осталось тайной. Ведь даже твои последние слова жене и семье могут украсть, чтобы вдруг они никак не скомпрометировали родимое отечество. Нет, я не думаю, что я сегодня о чем-то узнаю. Что я вообще когда-нибудь о чем-то узнаю. История с гибелью Курска закончилась спустя две недели. Когда в генштабе убедились, что все моряки мертвы, а военные тайны никто не узнает, они допустили к этому ходу норвежских спасателей. В конце концов, норвежским водолазам разрешили доступ к лодке на глубине 105 метров. Водолаз бьет кувалдой по корпусу. Ответа нет. Нет ответа. Понял. И последнее. Открыли девятый отсек Курска обычным ключом. Норвежцы открыли, извините меня, одним ключом. Люк девятого отсека. Но было уже поздно. И нет никаких сомнений, если бы норвежских спасателей допустили к подводной лодке. Первые дни после трагедии, как минимум 23 гражданина России вернулись бы домой. Домой к своим женам, матерям, детям. Сынок, если ты живой, пожалуйста, сообщи сразу. Мы ждем. Оленька, я тебя люблю. Не переживай сильно. Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Отчаиваться не надо. Колесников. И бросить все. И уехать отсюда. Мне вот одна бильда. И когда сейчас в России пафосно рассказывают, что русские своих не бросают, так и хочется сказать, загляните в почтовый ящик, а? Может, прощальное письмо капитана Колесникова по ошибке дошло кому-то из вас? Почитайте, если так. И задумайтесь, что за вечным... Она утонула. ...скрывается большое предательство, убившее чью-то любовь, надежды и смысл жизни. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!